МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Алло, алло. Привет, мам. Здравствуй. Ага, алло. Да. Да, прилетел, да. Ага. Да, мам, мы скоро приедем. Алло. Подожди, алло, алло, мам. Алло. 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 Нет, не слышу. О, господи, через час скоро. Ну, хорошо, давай, сейчас мы приедем, мам, скоро. Через часа полтора. Давай. Так, давай, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здрасте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Передаю трубочку. Да, да, это я, привет. Да, приехал. Саша, с приездом. Дима Зе, да, здесь тоже, с приезда. Из-за твоих друзей. Дим, тебе привет. А, ну хорошо, давай. Пока, давай, все хорошо. Да, пока. Выпили. Видите, как учился. Разница у вас какая с дровой? Три года. Это ваш ровесник. Он ученый такой, серьезный очень. Да, он доктор наук уже. Экологией занимается. Это рассказывается. Да. Это когда Саша, Дима, вступил в астронатуру. Подходит его руководитель и говорит, вот вы сейчас сказали, мне просто приятно это. Я не то, что хвастаюсь. А он говорит, Надежда Николаевна, а как вы теперь себя ощущаете в роли матери ученого? Я говорю, а какого ученого? Ну, Дима, я говорю, для меня он был Димкой и останется Димкой. Приятно, конечно, но от того, какие они становятся, я думаю, матери нисколько не лучше. Ей лучше от того, что они хорошие по сути. Дирпакова Александра Сергеевича, ученый степени кандидата биологических аук в 9. Против 1. Недействительных приметений нет. Так, прошу не твердить подокон. Так, теперь последний пункт заключения. Какие есть замечания по проекту? Замечания нет? Да, принимаем. Поза. Так, разрешили поздравить вас. Да, спасибо. Спасибо. Саша, пригласил этот стул. Разворачивать? А, просто садиться? А? Ну, раз, за защищенного, да, давайте все. А потом уже, кто как... Спасибо. Ага, спасибо. Леварку не уливает, блин. Да, спасибо. За ножку, а не за это. Хорошо. Да? Да, ну, наверное, мне придется пройтись со всеми поселками, чтобы тост состоялся. Спасибо. Извините, Владимир, да, спасибо. Спасибо, Та. Спасибо, Та. Сейчас. Сейчас, и теперь мне надо с той стороной будет дотягиваться. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Но это не Россия. Ну, хорошо. То есть, нет, ну, когда-то надо же возвращаться, правильно? А то получится, что я там всю жизнь проживу и что. Это уже сейчас страшновато, конечно. Потому что уже сильно изменилось. Ну, представьте, я уже на четверть, или там больше, почти на третье западное ученое. То есть, там, больше 9 лет. Удивительно. Русский человек, западный ученый. Это нормально, на самом деле. Да, это нормально. Как раз сейчас русская наука делается активно как раз на Западе. То есть, в Великобритании, в Германии, в США. Ну, то есть, это их наука, которая делается умами, которые приехали в том числе и отсюда. Вот, наверное, так, наверное. Да. Меня интересует вот возможность возвращения все-таки, действительно, русских ученых в Россию. Во-первых, надо ли это? Вот, я про... Не, у нас же это клич такой. Возвращаемся. А нужно это здесь? Вот скажи. Для России? Ну, да. Я считаю, что если в России не будут развиваться наук и технологии, то она будет дальше деградировать. Ну, подожди, вот генетика нам нужна, генетика, эмбриология. Нам эмбриология нужна нам? Ну, конечно, нужно. Ну, как? Это безопасность страны. Надо иметь ученых, которые хотя бы в случае чего могут создать вакцины, могут... Ну, как? Это технологическая зависимость, получается, от стран Запада. Во-первых, чем выше технология, тем больше... Ну, не только Запад, но и Восток. Ну, и Восток. Ну, и Восток. Теперь уже и Восток. Ну, так что нужно, чтобы ты вернулся-то? Чтобы я вернулся? Ну, да. Вот что нужно, чтобы ты вернулся? Потому что вот я знаю, что ты... Ну, золотых гор тебе не надо. Это точно. Да, я человек скромный, я не требую каких-то там, значит, Мерседесов себе, да. Каких-то Мерседесов не требую. Просто вот в старом 220-м кузове и всё, в общем. Нет, ну, я вообще... У меня нет машины просто. Я не вожу машину. Пока, по крайней мере. Вот. Ну, нужно создать условия, в которых ученый мог бы работать. Во-первых. Во-вторых, ну, конечно, минимальные какие-то условия, чтобы он мог жить тоже. То есть хотя бы нужна крыша над головой. Например, даже состоявшийся ученый, он все равно может быть очень бедствовать. Там он может ехать чисто ради зарплаты. Что тебе? Открышки, мне там и забыли. Вот смотри, здесь я. Ого. Здесь такая музыка. Это вот, ух ты, у тебя такая дверь звук измерёвшая, да? Ну, это тут вся простая, да? Более худые, чем ты. Вот, вот я сплю на этих одеялах, вот прямо здесь, да. Вот здесь. А ноги ты куда деваешь, что-то? Ну, а я помещаюсь, помню. А, то есть диагонально, наискасовый? Ну, да, немножко так наискасовый. А барабан у себя? Ну, я иногда во сне стукать головой там барабаном, чтобы это было. То есть это такой моден арт. Нет, ну, здесь хорошо, вот если закрыть дверь совсем, здесь абсолютная темнота. Ну, а вот ты можешь сюда привезти, например, подругу? Зачем? Ну, просто вот... Ну, как-то желающих нету, да. Пока нету, желающих не находятся, обычно как-то стесняются. Стесняются. А это вот фотографии, я не просто так поверю. А ты с знаменитым, известным президентом. С президентом Российской Федерации. Ну, известный блогер, кстати. Да, 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 с известным блогером. Основатель культового сообщества блог для Медведев. Да, да, да. Ну, смотри, вот это просто, если зайдут арендодатели, вот, я скажу, вот, ну как же, у меня такой приятель есть, а вы меня тут погоняете. А вы тут дзену поднимаете. А это автограф. Это вот как раз автограф вот знаменитого нашего президента. Нет, автограф президента Российской Федерации в лаборатории. Это автограф Терри Бозио. Терри Бозио, он... Серьезно, знаменитый барабанщик. Терри Бозио. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну так далее, нужно бесконечно играть. А вот это корпус от лазера. Это тот самый лазер, который у тебя был... Это тот самый лазер, который изобрели Ебасов с Прохоровым. Я шучу. Давай составить доктор, что диссертацию... Вас еще так и не отметил? Да. Поздравляю. Что-то ты втаешь, так это... Знакомо жаря, да. Да ладно тебе. Я к этому ксерену не могу относиться. Почему? По-разному. Ну, вот в основном я защитился из-за шефа. Ну, ходил так. Не то, чтобы прям заставлял, а капал на мазки. Ну, вот говорю, ну, хорошо бы, хорошо бы. Ну, я говорю, ну, хорошо, ну, ладно. Ну, правильно сделаю. А зачем? Ну, потом это будет труднее сделать. Если 4... Ну, допустим, 4 тысячи рублей в месяц. Ну, да, для Запада смысла никакого не имеет, конечно. Там имеет смысл публикации твоей. Ну, да, и кандидатской, PHD, да. PHD, там, как бы, тебя сразу поднимает на ступень. Докторская, там, никто на это не влияет. Ну, для России это имеет смысл. А какой у тебя смысл? А видишь ли, как бы, в России просто, видимо, будет все больше и больше профанация науки, поэтому уже сейчас там кандидатскую люди, ну, как бы, совсем никакие делают, да. Ну, вот, вообще, мне, конечно, интересовалось, как ты планируешь на это дальше? Я думаю вернуться вообще. А, вот так даже неожиданно. Да. Почему неожиданно? Потому что никто не возвращается. Ну, в моем случае еще просто мне нужно утрясти свои мозги, потому что уже прошла целая эпоха у меня, да, и у меня много чего в жизни изменилось, а я как бы... А что у тебя изменилось? Ну, у меня папа воперкумер, да. То есть я до сих пор там живу так, что я не понимаю реально, что у меня папа... Я как бы живу так, думаю, что, ну, вот есть где-то там, так сказать, папа где-то там далеко, да, есть в России, да. То есть, и мне, на самом деле, я там уже за границей 9 лет, да, а время-то идет, у меня сейчас... И я начинаю понимать, что, но наука, конечно, очень важна, но есть какие-то вещи... Вот если люди там старшего поколения, там, которые еще живут, да, мама, там, тетя, да, дядя, родня какая-то... Если еще там несколько лет пробуду, ну, там, еще 20 лет, и есть какие-то вещи, которые иначе, как просто у людей своего народа, у старшего поколения своего народа, да, ты, ну, иначе ты никак не перенять их по-другому, и потом ты это ни в книжках, нигде не найдешь. И потом тебе будут какие-то люди, как звонить, записать тебе твою историю и объяснять там, что там было, понимаешь, при Сталине, когда ты, на самом деле, это твоя обязанность, как русского человека, вот сейчас, от старшего поколения, тех, кто еще жив, и что-то понять, чтобы потом передать нам своим потомкам, да, или людям более молодым, это, на самом деле, твоя миссия, может быть, даже более важна, чем наука. На самом деле, был прекрасный майкер, мы сюда уплотнемся сейчас, так, все. Все, мы уходим. Ничего страшного. Человек, который живет в Атландии, это все. До свидания. Обалдеть, то есть, 12 лет, человек, перегутируем, 50 лет. Да, да, да. Я, что, скажу. Делаю поездку, я ее. Делаю поездку, я ее. Делаю поездку, знакомая девушка, спрашивает меня, а где Александр Сергеевич? Вот, наверное, такая любовь в Азарку. Меня спасло законного практа, когда только то, что я был бездом, поэтому, вычесть мой дом, по определению, было невозможно. А. Да. Но она имела возможность находить там, по всей Москве, вообще, совершенно мистические какие-то способности необъяснимые, как она была. Как называется любовь? Наверное, да. Не, ну, очень мало женщин, которые, например, меня любили. Так что, гордись, что тебя кто-то любил. Зачем мне 100 рублей? У тебя есть, да, на похмелку, по-пожарку? Ты дурак себе вообще. У тебя 20,5 миллиона от медведева. Я могу нажаться, проспаться, несколько тысяч раз. Я буду... А, ну да. Ну да, естественно, да. Понимаешь, у меня есть 20,5 миллиона от медведева. Так это Медведев спровоцировал твой запой. Конечно. Мою любовь, мой запой. Так это он, можно сказать, всю твою жизнь перевернул. Александр, а вот вы заговорили про зарплату. Можно я тогда тоже задам прагматичный вопрос? Сколько в среднем зарабатывает хороший ученый на Западе, и сколько в России ему нужно положить, чтобы он вернулся? Сколько в среднем, сколько в усредненный Ермаков зарабатывает? Нет, я не буду, конечно, спрашивать. Нет, я же сказал, усредненный. Ну, если человек работает постдоком в Британии, то это, по-моему, от где-то 25 тысяч в год до 36 фунтов, да. Но из этого примерно треть там убирается на налоги. То есть это где-то там от полутора тысяч фунтов до двух с небольшим. Если это высший уровень, то, ну, чуть выше. То есть на самом деле в Британии тоже не какие-то сумасшедшие деньги. То есть в США как бы платят больше. А больше, конечно. Да, если человек уже выше уровня, ну, там, я или профессор, там, больше платят. Вот. Но в Британии еще жизнь очень дорогая, на самом деле. Там съем жилья очень дорогой. То есть не только в Лондоне, но даже в Эдинбурге, да? Ну, дешевле, но все равно Британия... Ну, как? Дорогая страна, конечно. Ну, примерно как Москва, наверное. Ну, да. Но это по западной мерке очень дорого. Москва очень дорогой город. Да, то есть это не дорого, а очень дорого. Да, Москва очень дорогой город по европейским меркам. Надо понимать это, да. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях русский ученый-генетик, который ищет пути возвращения в Россию, Александр Ермаков. Вы знаете, сейчас перерыв... Да. Вы знаете, сейчас перерыв минут на шесть, на сень. Может, я кофе хоть пусть приеду? Я тебе налил, ты. Ты так много кофе пьешь, ты смотри, взорвешься. Кто не придет? Да, я не знаю. Два сницы придет. Да, полчаса тоже, да? Ну, давай теперь ты там посидишь. Все в порядке? Нет, я просто точно не хочу. Слушай, опять эта песня? Ну, короче. В общем, вам это же время плохо. У нас это будет много шалобок. Сажусь за столик крайний, кафе в Талии бульвара, горячий шоколад. Окей, приноса для девицы, кидающей как леница, свой разверенный взгляд. Все, с меня довольно мне, уже не больно все. Почти довольны, боже, где мой шоколад, боже, где мой шоколад. Радиомаяк. Жизнь продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дрозофил, Заморин эфиром. Дрозофил может и стоит, я что-то не уверен. Дрозофил? Я сейчас не помню. Лягушки есть точно. Ценараб здесь, наверное, нет. Все-таки червяк. Наверное, нет. Ну, пойдем тогда смотреть живых. Ну, пойдем смотреть живых. А не только вспоминать замученных про мертвых. Да. Заморин эфиром. Заморин эфиром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тут можно, в принципе, в зеленом свете посмотреть. Да, в синим свете. Они будут серьезно реализируются. Это их выросли из личины. Из-за крови все выросли. Вот они два года у меня росли, теперь они начали размножаться. Да, отлично. Я думаю, из Германии. Да. И теперь можно их разводить дальше. И, соответственно, мой поплыл. Это мои любимые два. Они яркие очень. Одного зовут Шрек, а другого Фиона. Но они дружат, да? Шрек с Фионой. Да, конечно. Яйца откладывают. Шрек тот, который зеленый, да? Да. Это студентка моя, Катя, делает эксперимент. Здесь аксолоты, личинки, живут в двух аквариумах. Вот этот аквариум с зеркальными стенками, а этот с прозрачными. Соответственно, те, которые живут с зеркальными стенками, они видят большое количество своих отражений регулярно. Да, да. И таким образом им кажется, что их больше, чем нужно. Имитируем условия повышенной плотности населения. Да, странно, молодцы. Вот. По идее, они должны расти меньше. Медленнее. Два года назад здесь был вообще хламовник. В поселине стоял микроскоп. Вот этой стены не было. Здесь все было под кресенью. Это было кошмак. Серьезно? Это был какой-то ужас. Да, ужас. А в соседней комнате там вообще был склад какой-то. А электронкулостор тут есть? Можно делать электронкулостор? Да. Подскрутил практически. Да, вот азот и подводится. Сейчас нету здесь большого стола. В лаборатории, да. Привезут сейчас, буквально на следующей неделе. Привезут. Вот. Это все моторизировано, жужжит, ездит. Надо включить и показать. Давай. Вот так у нас лишнее. Ну вот так. Я так увидел, у какой-то из конференций была презентация. Ну, она же очень дорогая вот эта штука, да? Вот эта? Ну, вот весь комплект, наверное, около 38 тысяч евро. Евро. Ух ты! Ну, что опять? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Здесь инкубируются клетки. А, это вот клетчники. Там перепела у вас, нет? Ухимеры делаем. Ухимеры делаешь между курицей и перепелкой, да? Да. Это вот перепелины и яшки брионы. А потом можно кусочки ткани пересадить на куриные брионы. Уже два раза вопрос задают. Да. Игорь, спросите, пожалуйста, ну почему не бывает трехцветных котов? Ну потому... Трехцветных котов. Не бывает, ну кошки бывают брицветные. Ой, я не занимался генетикой кошек, я генетикой мышей занимался. Мыши бывают трехцветные коты. Нет, ну химерных можно создать, да, можно создать из разных цветов. О, интересно, а можно создать химерную китаянку с зелеными глазами? Ну вам никто не разрешит это сделать. Химерную китаянку с зелеными глазами? Ну нет, конечно, ну как эксперименты на люди... Ну, кстати, в Китае этих людей дофига, на самом деле, можно сказать. А поясните мне, сути термин химерные штуки. Ну, химеры, когда на ранних стадиях, дело в том, что на стадиях до имплантации зародышей можно вымыть, можно их разделить на клетки, а потом, скажем, от двух разных сегрегировать, и тогда вы получите, что окраска будет от двух разных цветов, если две разные линии, от двух разных цветов. Вот не бывает китаянок с зелеными глазами, наверняка многие хотят. Точно так же, как трехцветных котов. Описанная процедура мне не понравилась. Мне что же, ну и не надо. Ну, пришел вопрос, я не знаю, что имеет в виду под словом «Бог» наш радиослушатель Игорь. Если «Бог» обрек Россию, Россия почему-то через 1С, может быть, не наша страна, то нам ли ее спасать? Вот, ну, у меня вопрос почти такой же. Да. «Бог обрек, пускай Бога спасает». Слушай, я никогда с такой позиции не размышлял о судьбах Родины, да классно. Не, а все-таки, вот, Саша, вот твое вероятное возвращение в Россию, я на полном серьезе спрашиваю, а нет ли в этом какого-то, ну, акта самопожертвования? Или, ну, конечно, если это и не восхождение на Голгофу, извини, но все-таки это какая-то миссия. Подвижничество. Подвижничество, подвижничество. Миссии подвижничества. Ну, я это так не рассматриваю, да, потому что, ну, я сам хочу, правильно? Ну, наверное, я бы сказал, что, ну, если человек занимается наукой и серьезно этим занимается, да, то это уже в каком-то смысле такое, доля аскетизма в этом есть, да. Потому что, ну, имея настолько хорошо поставленные мозги и логику, так сказать, и кругозор знаний, как у ученых, и также работая, можно найти другие сферы, где будет и легче, и... Это правда. Если рассматривать все чисто прагматически, то наука – это не очень выгодное вложение своих сил, да? Ну, да, Ландау мог бы, наверное, если бы родился бы в семье миллионером, наверное, стал бы миллиардером очень быстро, то есть приумножил бы. Это правда, да. Ну, в Советском Союзе просто меньше было сфер приложения собственных способностей, да. Сейчас они появились, поэтому где-нибудь в финансах, наверное, так напрягаясь мозгами, как в науке, ты можешь заработать гораздо больше. Гораздо больше. Ну, так получилось, что для ученого заработать – это не главное. Да нет, я бы не стал говорить о каком-то... Самопожертвовании. Самопожертвовании. Миссии, да. То есть, в принципе, чтобы бросить все здесь и ради науки уехать туда – это тоже самопожертвование. Конечно. Это тоже очень тяжело, да. То есть, ты можешь честно сказать, что ты уехал не за колбасу, ты уехал заниматься наукой. Я уехал заниматься наукой, да. И если сейчас появится возможность заниматься наукой в России, то я вернусь, так сказать, сюда. Значит, первая часть – научный доклад Ермаков Александр Сергеевич, Шотландский центр регенеративной медицины Университета Единбурга на тему лево-правой висцеральной асимметрии умлекопитающих от молекулярных машин через биофизику к морфологии. Ну, этот доклад, в общем-то, будет не совсем обычный, поскольку вот Александр Сергеевич планирует в докторантуру, оказывается, к нам поступать. Поэтому, значит, тут вот мы должны будем какое-то, вернее, имеем возможность потом какое-то принять, так сказать, решение, как мы… Александр Гермаков, уважаемые коллеги, тема моего доклада. Становление лево-правой висцеральной асимметрии млекопитающих от молекулярных машин через биофизику к морфологии. Внешне млекопитающий симметричный. У нас, значит, две руки, две ноги, два глаза, два уха. Однако внутренне млекопитающий асимметричный. И, в частности, если рассматривать мышь, то сердце у муше позиционировано влево. Легкие мыши тоже асимметричны. Одна доля с левой стороны и четыре доли с правой стороны. Если это человек, то это будет две и три доли. И пищеварительная система тоже асимметрична. В частности, желудок расположен с левой стороны. Известен ряд мутаций, ведущих к нарушениям восстановления лево-правой висцеральной асимметрии у млекопитающих. В частности, мутация IV – это мутация в гене лево-правого денина, которая ведет к рандомизации восстановления лево-правой асимметрии. А также мутации в генах сигнальных молекул – нодал, левти-1 и левти-2. Вот здесь вкратце структуры нашего скрининга. Мы используем две линии мышей – Бальпси и Сифриэйч. Вот самец линии Бальпси, в него производит укол химического мутагена. Затем их скрещивают с диким типом самок другой линии – Сифриэйч. Затем самцы от первого поколения их собирают и держат в клетках. Их анализируют. Их скрещивают с самками дикого типа – Сифриэйч. А затем дочерей скрещивают с отцами. И таким образом, если самец этого поколения F1 является носителем рецессивной мутации, то скрестив таких самцов собственными дочерями, мы получим, что примерно четверть эмбрионов у нас будут гомозиготны. Поэтому мы сможем увидеть, фенотипически этот признак проявится, мы сможем увидеть и отобрать тогда самцов поколения F1. И в конце я хотел бы еще раз подчеркнуть, что изучение лево-правой асимметрии находится на стыке наук. Здесь важны как генетика, так и эмбриология, так и биофизика. И поблагодарить тех людей, которые помогали мне в моем жизни пути. Включение к проблеме. Спасибо также аудитории за внимание и терпение. Спасибо большое. Спасибо. Вы работаете сейчас в Англии? В Шотландии. В Шотландии? Да. В Шотландии. Как столь он стоит? Зачем нам нужен Александр Сергеевич? Мы сейчас выслушали его доклад. Если все формальности будут... Ну зачем он нам нужен? Ну, конечно, его приятно наблюдать. Вишний раз, спасибо. Но в реальности представляете размер степенции? Ну это все... Ну это как бы... Ну понятно, это все всякие сложности, есть такого рода... Какие есть коллеги изображения? Какие идеи? Трудно понимать ситуацию, понимать, какое значение? Ну все, тогда я покидаю. Туда до свидания, да? Всем спасибо большое за обсуждение, да? Так, ну ладно. Так, сейчас мне надо с Егором сидеть, то есть что. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр!